Волшебница Чашка-лодочка, слово-песенкой Уголубиме Поход Поход – это очень весело Ну вот только представь Костер Звезды Лес Представила И все-таки откажусь Мы с Горошенькой дома останемся Ой, столько дел Ой, а что, мама не с нами? Не уговорил Но у нас все равно Будет самый лучший поход А это ваши Походные рюкзаки? Не дело Рюкзак для похода должен быть полным Вот таким О-о-о Нам тоже нужны полные рюкзаки Сейчас мы что-нибудь придумаем Оп-ля О, отлично Самый лучший поход Начинается Ну что ты так на меня смотришь? Ну да Вот такая я трусиха Но я с детства леса боюсь А дома тоже хорошо Сейчас порядок наведем Так, а это что? Зубные щётки Ой, а как же они будут чистить зубы в лесу? Может удастся их догнать? Горошенко, за мной! Ой-ой, похоже самый лучший поход Под угрозой нужно торопиться Пришли, я даже совсем не устал О, вот здесь мы разобьём лагерь Папа! Да-да, а вот здесь разожжём костёр Папа! Да-да, а здесь? Папа, у тебя в рюкзаке дырка! Ой, пусто! Ага, ничего Так, спокойно Вы же тоже взяли с собой рюкзаки Показывайте, что там у вас Всё! Не беда, что-нибудь придумаем Ой, я альбомчик забыла Ой, и палатку потеряли Здравствуйте, миссис Мэй Привет, Пит Много покупок Возьмите тележку Спасибо, Пит И не забудьте вернуть Если вы в лесу И потеряли палатку Можно передочевать На уютном Дереве Папа, а пещера подойдёт? Пещера тут тоже вполне подойдёт А в лесу почти не страшно Даже красиво Ой, спички нашла Спичек у нас нет Но огонь можно добыть Если тереть друг от друга Две сухие палочки А другой способ есть? Светящиеся слезнячки Придумала! Мне нужен твой котелок Ну вот Я же говорил, что у нас всё равно Будет самый лучший поход А мама сейчас, наверное, ужин готовит Ой, как же страшно ночью в лесу Пропадут они без меня Папа, а что мы делаем? Хорошо, что ты спросила В погоде принято жарить зефирки на огне Но у нас нет зефирок Ну, огонь тоже не настоящий Но традиции нужно соблюдать А давайте лучше страшные истории рассказывать А может, лучше просто интересные? Ага, интересные и страшные Всё, я первая Однажды три туриста заблудились в лесу Они долго бродили И вдруг увидели вдалеке маленький огонёк Возле небольшой пещеры горел свет А в котелке готовился ужин Но рядом никого не было И вот, когда туристы грелись у костра И ели чужой ужин Послышались чьи-то шаги А потом засевелились куски И... Выпрекнул монстр! Ой, ну и забрались же вы Мама! Вот это всё лишь Мой альбомчик Ну что, сделай в этот поход самым лучшим Ага, может, для начала разожжём настоящий костёр? Хм, спички промокли Но ничего, я знаю один способ Хорошо, когда все вместе И совсем не страшно Жаль, только звёзд не видно И чай, что-нибудь придумаем Менялки Менялки Доброе утро Что случилось? Да вот, блинчиков хотела испечь Прекрасно! Мне как раз хочется... Блинчики! А вот и нет О, это почему же? Мука закончилась Хм, объявляю спасательную операцию Мы едем за мукой Кнопки надеть шлемы Да! Ау! Луду-папа выкатил свой новенький длинный самокат Готовы? Бу! Что такое? Бу! Бу! Папа, а где твой звонок? О, и правда? Где же он? Ничего, что-нибудь придумаем Это не то Нет А, вот Ну как? Держитесь крепче! Полетим, как ракета! Да! Папа везёт нас в горку Очень, 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 очень медленно О, Лили, смотри А вы это куда? А вы это зачем? За мукой! Для блинчиков Блинчики Блинчики? Эх! И мы очень, очень спешим Эх! Да! У-ху! Смотрите! Это же наша горошинка! Фу! Тысяча ветров мне в спину На горизонте, мэр! Мэр? Э-э-э! Куда это вы так летите? За мукой! За мукой! Будем печь блинчики! В Лудл Вилле нельзя! И ездить там быстро! И-это! Шлем на собаку наденьте! Ой, кажется, мы едем слишком быстро! Ой-ой-ой, без паники! Это или это? Ай! А-а-а! Мы ехали, ехали и приехали в магазин! Похоже, кто-то очень торопится! Кому-то очень хочется блинчиков! 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 А-а-а! А-а-а! Здравствуйте! У вас есть мука? А-а-а! Блинчиков! А-а-а! Знаем, знаем! Блинчики собирайтесь печь! В магазине не танцуют! Кажется, я оставил кошелёк дома Папа забыл взять деньги Стоп, скажите, а может быть мы поменяемся? Хм, а что у вас есть? Так, у продавца есть мука, а у нас самокат, горошинка и папин шлем Мой шлем? Спасибо за покупку! Не уверен, что это была хорошая идея Даже мне это совсем не нравится Папе не нравится быть без шлема Хм, что-нибудь придумаем Это не то, тоже не то А, вот, опля Ну как? Ну? Привет, сосед Ой, здрасте Это наши соседи Дядя Клауди и тётя Клауди Они тоже приехали в магазин О, ты купил новый самокат? Он такой длинный Да, спасибо А у тебя, как я вижу, новый шлем? Хм 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 Папа поменял свой длинный самокат на короткий самокат дяди Клауди и его новый шлем Все, можно ехать домой Эм, а где наша мука? Да И откуда был пакетик с... Эм, что это, Пу? Вишня Да, с вишней? Откуда она? Поменялся Пока папа менялся самокатами Пу обменял муку на пакетик с вишней Блин, тихо, ха-ха-ха Ой-ой-ой Ох, вот тебе и съездили за мукой А привезли какой-то старый самокат, новый шлем и эту Вишню И вишню Ну, так получилось А где мука? А мука не получилось Мы что, опоздали? Опоздали? Куда опоздали? На блинную вечеринку Как же, все-все в городе знают, что у вас сегодня блинная вечеринка Блинчики, блинчики, блинчики Блинчики! Хи-хи-хи-хи С вишней Хи-хи-хи-хи Хи-хи-хи У-у-у, думаю, самое время для Лудлдрыга Дело в шляпе В Лудлдвилле вечер Папа ведет свою передачу о погоде Мы с Буэму помогаем А мама в это время слушает наш новый выпуск Она наша самая большая поклонница Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Ну, а когда приходит Лудл-лето Бабочки выбираются из укровных мест и летят погреться на солнышке Вот так вот А сейчас самое время Лудл-прогноза погоды Завтра в Лудлвили ожидаются ветер Муууу Снег Кс-кс-кс А еще вы не поверите, туман Берегите головы от туманных мыслей и выбирайте шляпу по погоде Всем хорошего вечера Как тебе наш свежий выпуск? Ой, вы у меня такие молодцы! А туман был особенно, эм, громкий. Ну что, завтра у нас туман. Поможете мне выбрать шляпу по погоде? Да! Да, выбор настоящего джантльмена. Папрю-папрю-папрю-папрю-папа. Моя шляпа! Всем оставаться на местах! Кто же испортил папину шляпу? Хм, так-так. Любит шляпы, проказничает, подозрительно улыбается и... Элементарно! В доме завелась моль! Моль – это такое насекомое, похожее на серого мотылька. Пока моль – маленькая личинка, ее любимая еда – вещи из шерсти и меха. И, похоже, именно моль полакомилась папиной шляпой. Да, похоже, это очень вредная и прожорливая моль. Может, она просто голодная? Бедненькая, ее нужно накормить. Накормить? Чем накормить? Моими шляпами? Необходимо срочно что-то придумать. Нужно выманить ее, а потом выгнуть. Так, во-первых, держимся вместе. Во-вторых, эээ... А где Бу? Бу! Что такое Бу? И что все это значит? Бу – отличная идея! Нам нужна горошинка, крылья для горошинки, чтобы сделать из горошинки большую моль. Вредная моль увидит нашу горошинку, решит, что у нас уже есть своя моль и улетит Бу! Горошинка с крыльями? Что-нибудь придумаем? Не то, тоже не то. А, вот! Оп-ля! Осталось только придумать, как наша моль полетит. Красиво! Ага, красиво, но не работает. Нет. Не расстраивайся, Бу. Мы ее обязательно поймаем. Конечно, поймаем. В ловушку нам бы паука и паутину. Какую еще паутину? У нас в доме чисто. Нет у нас паутины. И пауков у нас тоже нет. Нет пауков? Сейчас что-нибудь придумаем. И что нам делать? Может, выключить свет? И спрятаться в шкаф. Ой, это не я. Кажется, это мой животик. Кстати, а что у нас сегодня на ужин? Тсс. Бу. Ей. Тсс. Я страшная серая моль. У-у-у. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Поймали. Попалась шляпа-вредительница. Нет, это не моль. Совсем не моль. Как же нам выманить эту моль? Хм. 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 Придумала. Я буду приманкой. Да, все мы будем приманкой. Оденемся в самую вкусную и сочную одежду. Моль просто не сможет устоять. Тебе очень идет. Будь я молью, обязательно тебя съела бы. Очень на это надеюсь. Моль, я очень вкусный. Приходи и съешь меня. Хе-хе-хе. И я вкусная. Даже вкуснее папы. Ням. Мы все очень аппетитные. И что же нам делать? Не знаю. Нужно ее напугать. Ага, точно, напугать. Но как? Сейчас что-нибудь придумаем. Раз, два, три. Ой, а где же моль? И откуда взялась эта красивая бабочка? Кажется, это и есть наша моль. Оказалось, это совсем не моль. Под слоем пыли все это время была красивая бабочка. Она спряталась в папиной коллекции шляп, чтобы переждать зиму. Хм. Но бабочки не едят одежду. Кто же тогда испортил папину шляпу? И наша моль. Кажется, чтобы не доносить папу? Горошенька. Плохой моль. Кажется. Лудл-гонка. Привет, Пит Смотрю, к гонке готовишься Угу О, флажок упал Сейчас поднимем А, я первая, я первая Как всегда Здравствуй, Пеппер Привет, привет Что, в этом году опять Лудл-гонку пропустишь? Почему это пропущу? Может и не пропущу Может даже выиграю Кто? Ты? Ты даже в участники не пройдешь Хе-хе Она права, у меня ничего не получится Снова Дедуля, подожди Так ты раньше был гонщиком? В молодости я не пропускал ни одной Лудл-гонки Но каждый раз, когда победа была почти у меня в руках Появлялась она, Пеппер Я пытался снова и снова А ей всегда удавалось меня опередить Не сдавайся У тебя получится И правда Буду участвовать Берегись, Пеппер В этот раз я тебя обгоню Ага А мы тебе поможем И подготовим К Лудл-гонке Погода сегодня солнечная Ветер северный Порывистый Температура Ой, вы простите Отвлекся Так, участник номер шесть Проходим на квалификацию Становимся на весы Тяжеловат Тяжеловат Хм Лай Пусть пройдена Кресло, значит А ремень безопасности где? Ой, сейчас Сейчас Опа О, стильно И безопасно На клинике есть Шлем Есть Номер Подождите У вас неправильный номер Угу Поздравляю Теперь вы гонщик Приглашаем гонщиков К стартовой линии На старт Внимание 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 У нас небольшая заминка Потерялся стартовый пистолет Никто не видел стартовый пистолет Нет, не то Нашла Оп-ля Какой взрывной старт Наши гонщики быстрее ветра Старушка Пеппер Почти сразу вырывается вперед Руки у нее на хвосте Остальные участники по очереди Обгодняют друг друга А вот и первый крутой поворот И участники круто проходят его Но что я вижу Похоже гонщик под номером шесть Решил взрывнуть Поворот 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 Ой-ой-ой Ууу какой опасный момент Я даже немного вспотел Что же посмотрим, как наши гонщики Справились со следующим поворотом И, похоже, участник под номером 3 решил, что у нас соревнование по нырянию в сугробы, но не на следующий день. Ты купил молоко? Ну, дорогая, я сейчас участвую в горке. Молоко! Да, дорогая. Вот что бывает, если вовремя не купить молоко. Клоуди покидает гонку. Скорость, гонка, снег вокруг. Старикоза, стрикоза, глаза, тормоза, волосы. Вот как неожиданно! Салли Стрэндж уверенно сходит с дистанции в поисках подходящей рифмы. Не шуточная борьба у нас в этом году. И столько неожиданных поворотов. Ну, вы поняли. Итак, впереди опасный участок. Самокат Пеппер сломался, но это не сломало Пеппер. Какое мастерство! Рокки вылетает из гонки, чем вызывает бурю аплодисментов и небольшой снегопад. Какая грация! Какая техника! Браво, браво! А как дела у гонщика номер шесть? Он медленно, но уверенно движется. Ой-ой-ой, сугрок! Папа! Зармози! Вот это финал! У нас сразу два победителя! Станьте кучнее! Фото с победителем. Эм, то есть с победителями. День рождения! Да-да, сегодня тот самый день. Кнопки, поторопитесь. На прогулку! Уже идем! У-у-у! Великовато, что ли? Новая шляпа сама себя не выкурит. Догоняйте! Б! Ух ты! Сколько продуктов! Интересно, для чего они? И где мама? Ну, здесь ее точно нет. О, записка! Ушла в магазин за сахаром. Торт. Все ясно, как солнечный день. Мама в магазине скоро вернется и спечет торт. О, стоп! Торт? Почему торт? Почему торт? Ой-ой-ой, кажется, я знаю. Сегодня мамин день рождения. Прошляпили! Так-так-так-так, спокойно, не паникуем. Нужно срочно придумать подарок. Может, подарим ей шарики? Да, или шляпу. Ага, или шарики в шляпах. Торт. Точно! Мы сами испечем для мамы праздничный торт. Посмотрим. Два стакана муки, щепотка соли, три сушеных лимона, палочка корицы, пятьдесят восемь, пятьдесят восемь перепелиных яиц. А знаете, торт по рецепту – это скучно. Нам нужно что-то особенное. Торт должен быть самым, эм, эм, самым, эм… Красивым? Вкусным? Да, самым красивым, самым вкусным и самым большим. О-о-о-о! Мама скоро вернется. За дело! Какой красивый! Может, еще цветок? Там на клумбе немного осталось. Думаю, он и так достаточно красивый. И совершенно точно самый тяжелый. Ой, мама идет! Готовы? Открывай! А что случилось с моей клумбой? Сюрприз! Ого! Вот это громадина. Только вишенки не хватает. Сейчас найдем. Так, вишенка, вишенка. О, арбуз, тоже ягода? Оп-ля! С днем рождения! Ну, теперь понятно, что с моей клумбой. Схожу-ка я еще раз за сахаром и, видимо, за другими продуктами. И, кстати, вы все перепутали. Что перепутали? Соль с сахаром? Апельсина с лимонами? Нет, мои дорогие, праздники. Сегодня не мой, а папин день рождения. С днем рождения, Чарли. С днем рождения тебя! С днем рождения, папа! Идите умойтесь, а я пока в магазин схожу. Прошляпить собственный день рождения! Эх, и мама расстроилась. Эх, торт. Может, что-нибудь придумаем? Нет, придумывать ничего не будем. Сами натворили, сами все и исправим. Да? Да. Так, хотите сделать папе подарок? Да. Объявляю большую уборку. Да! Чисто, как в миске у горошинки. Мама, далеко? Нет, близко. Вот-вот придет. Прекрасно. Ее ждет сюрприз. Ах, клумба. Мы про нее забыли. Что-нибудь придумаем? Можно? Нужно. Не то. Тоже не то. Нашла. Сюрприз! Ого! Какая чистота. Хотя, вы кое-что забыли. Папа. Сегодня все еще день рождения папы. И мы испечем праздничный торт. Торт. По рецепту все вместе? Конечно, вместе. А рецепт можно немножко изменить. Ну, какой торт вы хотите? Красивый. Вкусный. Большой. Поздравляю, дорогой. Спасибо. Это мой самый лучший день рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова